Если человек пишет письма, жалобы, обращения, значит он действительно не может самостоятельно решить проблему или просто не знает, как это сделать. Значит вопрос для него действительно важен. Но это не всегда означает, что его решение остро необходимо для всех, не говоря уже о наличии этого самого решения, как к примеру в ситуации с жалобой Анны Комнатной. Согласитесь, аж от стоматологии до эконома или кафееки далеко. Анна Георгиевна просит вернуть остановку по требованию в районе бывшей «Звездочки», но ни правила дорожного движения, ни отсутствие средств для организации специального кармана для общественного транспорта сделать это пока не позволяют. Будем смотреть тоже из-за каких возможностей, когда не скажу, чтобы не было такого, что я обещаю, правда, будет неправильно, обещаю, а потом вдруг сроки не такие или еще что-то. Как говорит Таисия Перепенко, за последние 70 с лишним лет она впервые обращается к властям с просьбой. Потому что, опять же, впервые вода из-под поля в ее доме перестала уходить даже летом. Земля начинает осыпаться, дождь уже идет, они под тобой по дуном начинают ходить. Я боюсь, что завалится угол от этого. Таисия Ивановна и воду уже откачивала, только та набирается снова и снова. Спорить с природой сложно. Если под дом пришли грунтовые воды, легче и дешевле пройти долгий путь по признанию дома непригодным для жилья, чем попытаться исправить ситуацию. Сейчас видите, сейчас процедуру надо пройти не просто так. Сейчас никто не имеет права сказать, да, у вас есть пари, надо комиссию создавать. Комиссию, вот и я. Может быть, вам даже писать, как вам это сделать, поэтапно, чтобы вы точно знали, к кому обратиться, куда идти, чтобы пришли, заключение дали, потом дальше. Жилищный вопрос волнует и Евгения Королева. Его 19-летний внук, опекуном которого Евгений Иванович является, стоит в очереди на льготное жилье для сирот. Однако с очередью все время происходят какие-то странные вещи. Получается, очередь постоянно не приближается, а вот что-то ни в том не разумительно не может ответить. Почему она увеличивается, мне никто не так и не объясняет. Никакой мистики на самом деле нет. Ответ кроется во вступившем в силу с 1 января текущего года законе, согласно которому в очередь для детей-сирот можно встать с 14 до 23 лет и формируется она не по дате обращения, как раньше, а по году рождения. Это значит, если человека, которому сегодня 19, поставили на очередь 10 лет назад, другой льготник, которому, например, 20 и который встал в очередь в прошлом месяце, будет поставлен первым. В этой системе есть и положительные стороны. С момента, когда вам исполнится 23 года, никто уже впереди вас не может встать по определению. Другой разговор – когда же подойдет эта самая очередь. Если учесть, что больше 50% нынешних очередников в городе – это дети-сироты, и речь идет далеко не об одной тысяче человек, случится это не скоро. А потому, если вам не хочется десятилетиями ждать, когда государство решит вашу проблему, ее нужно решать самому. Для начала просто устроиться на официальную работу. Этот парень молодой, если ждать, ему вот так, сложа руки, согласитесь, то можно долго ждать. А я-то хочу о другом. Может быть, вот вы ему скажите, а пусть он сам ко мне придет, я его научу. Научу как научу? Скажу. Парень, ты работаешь? Работаю. Трудовая книжка есть? Нет. Дальше, раз трудовой нету, пенсионного отчисления нету, налоги ты не платишь, в банке ты кредит не возьмешь, а жениться ты как будешь? А дальше, а если, допустим, ты бы пошел на работу, у тебя бы была трудовая книжка, у тебя были бы все отчисления, пошел бы в банк, взял кредит, купил бы себе в кредит небольшую квартиру. Взять на себя ответственность за свою жизнь и свое будущее или нет, принятие решения остается за внуком Евгения Королева. Как, впрочем, практически все ситуации в жизни любого из нас, мы либо действуем и добиваемся цели, либо ждем, когда кто-нибудь когда-нибудь поможет. Но тогда и на быстрый результат рассчитывать не стоит.